Уже наступило утро. Это ты, Долга? Я очень устала. Полежу еще немного. Так не пойдет. Ну-ка, давай, вставай. Не надо так обижаться на жизнь. Я все исправлю. Я привезу сюда Жанет. Если понадобится, я буду на коленях просить у нее прощения. Буду умолять ее об этом. Для меня главное вернуть тебе дочь, а мне сестру. Она не поверит тебе. Она думает, что это я захотела проверить ее. Она так не думает. Я один виноват в этом. Я сам поговорю с Жанет. Она вернется домой. А теперь прошу тебя, позавтракай. Приведи себя в порядок и сходи в парикмахерскую. Стань прежней. Прежней гунуль-каранлы. Пусть сестра не увидит тебя в таком состоянии. Иди ко мне. Это ты приготовил? Нет. Тетя Сие. Они что, не уехали? Дядя Токсин уехал. А тетя Сие будет здесь, пока не найдет подходящий дом. Нарежь это. Этого мало не хватит. Лук нарезай мелко. Делай все как следует. Тебе давно пора научиться готовить на кухне, госпожа Джейлан? У тебя больше нет будущего. У тебя не будет своего дома, и ты не станешь ничьей женой. И профессии у тебя тоже нет. Мама, хватит. Не приставай ко мне. В голове не укладывается. Почему ты не приняла предложение Куркута? Почему ты не подумала о своей чести? Мама, хватит. Что бы ты ни говорила, я не выйду замуж за Куркута, поняла? Что случилось, Толга? Мы что-то забыли поставить на стол? Нет, тетя Сие. Завтраком все в порядке. Здоровья вашим рукам. Я нечаянно подслушала ваш разговор. Что может быть ужаснее этого? Ну что вы, я что, чужой вам человек? Я всегда знал Куркута лучше всех. Я был уверен, что для нас все закончится неблагоприятно. Что теперь говорить? Все уже случилось. Тетя Сие, я до сих пор очень люблю Джейлан. Для меня ничего не изменилось. С одной стороны, во всем этом есть и моя вина. Я не смог ее защитить. Мы не смогли защитить. Мы ничего не смогли сделать. Мы не спасли мою дочь. Что бы ни было, я до сих пор люблю Джейлан. Несмотря ни на что. И я хочу жениться на ней. Может, нам стоит пожениться в тайне от всех? Зачем кому-то знать об этом? Как это получится, Толга? Ты же знаешь, Джейлан. Ее даже отец не смог переубедить. А теперь попробуйте вы. Может, у вас получится уговорить ее. Мама! Идем, я приготовила обед. Не жди меня, ешь сама. Кожа до кости. Надо хорошо питаться. Нет. У меня разболелся желудок. Меня тошнит с самого утра. Кажется, я простыла. Послушай, уж не беременна ли ты? Ой. Ой. Несчастная моя судьба. Мама, ты о чем? Не может этого быть. О, ах, ну за что мне это? Сколько ты будешь испытывать меня? Сколько можно? Мама, мама, прошу тебя, успокойся. Ничего такого нет. Нет, Джейлан, сколько можно так испытывать нас? Есть, конечно, молодые мамы, тоже такие, как и ты. Наверное, они так же успокаивают себя. Мама, нечего бояться. Я не беременна. А ты уверена? Я уверена. Послушай, Джейлан, я не вынесу еще одного удара. Видит Бог, я умру от сердечного приступа. Нет, все у нас в порядке. Я обещаю, я не сделаю больше ничего такого, что могло бы расстроить тебя. Обещаю. Обещаешь? Обещаю. Ты не будешь спорить со мной? Не буду. А, Толга. Заходи. Тетя Аси Е. Что? Как вы? Джейлан сказала, что вы опять заболели. Вы в порядке? Или опять что-то произошло из-за Куркута? Да, оставь ты это. Я вовремя притворилась больной. Вы серьезно? Джейлан дала мне слово. Она обещала слушаться меня во всем и ни в чем мне не отказывать. Хорошо, прекрасно. Тогда я начну потихоньку говорить ей о женитьбе. А вы со своей стороны. Давай, давай. Она согласится, милый. Что ей еще останется сделать? Мама, вставай. Пойдем на кухню. Я приготовила тебе поесть. Нет, нет, я не буду. Я не голодна. Мама. А? Так же нельзя. Если тебе совсем плохо, давай я отвезу тебя к доктору. Может, пропишет какие-нибудь лекарства. Зачем мне их лекарства? Хочешь отравить меня? Я не в состоянии даже встать. Ладно, тогда лежи. Я сама управлюсь по дому. Ты отдыхай сегодня. Ой, милая моя. Как же ты управишься. Такой дом большой. Его надо убрать. Надо приготовить ужин. Мама, ты за это не волнуйся. И потом госпожа Гунуль в курсе, что ты заболела. Поэтому она не будет требовать чего-то большего. Что с того, что она знает? Она даже не зашла проведать меня, а? Ах, милая. Даже толка прибегал ко мне сюда. Узнать, как я тут. Только он относится к нам с пониманием. Переживает за нас. Беспокоится. Я пошла. Завтрак для госпожи Гунуль готов. А для тебя я накрыла стол. Все есть. Поешь хотя бы немножечко, хорошо? Нет, нет. Ну, давай, удачи тебе. Ох, хоть бы получилось их поженить. Видит Бог, мне стало бы намного легче. Ох, хоть бы получилось. Бог в помощь. Спасибо. Наконец-то ты стала смотреть мне в глаза. Я прислуга этого дома. А ты хозяин этого дома. Поэтому я не могу пройти, не заметив тебя. А потом я не хочу, чтобы моя мама страдала из-за меня. Я услышал твои слова. Я видел, как ты плакала в тайне от тети Асье. Ей не нравятся некоторые вещи, Джей Лан. Например, что она не может понять и принять ваших отношений с Коркутом. Я, конечно, все понимаю. Но твоя мама всегда мечтала Увидеть тебя в свадебном платье. В окружении родных. Я знаю. Но уже ничего не изменить. Я помогу тебе. Я могу сделать так, чтобы тетя Асье улыбалась. Как ты это сделаешь? Я женюсь на тебе. Долга. Не надо сразу злиться на меня. Выслушай меня до конца. Я говорю о фиктивном браке. Браке на бумаге. Просто чтобы тетя Асье встала на ноги. Но между нами не будет интимных отношений. Можем потом развестись в любое время. И таким образом мы вернем тетю Асье к жизни.